Приветствую всех, с вами канал Вита Салва и сегодня я бы хотел поговорить о динамо фонаре. Это простой, самый обычный динамо фонарь, который в простонародье называется жучок. Значит, у меня было несколько таких фонарей, я сам себе покупал, но я их раздарил. Получилось, что у меня не осталось вообще никакого фонаря, также мне подарили вот такой фонарь. Но на самом деле, этот фонарь, как мне кажется, он более-менее качественный, какие покупал я. По крайней мере, мне так показалось, если честно. Этот фонарь мне привезли из Питера, называется Supermax Dynamo Lite. Модель. Такая-то, там такая-то, прочитайте, да? Так он выглядит. Понятно, что он светодиодный, динамо фонарь. Сейчас я вам всё расскажу, как и что в нём. Ну, коробочка, в общем, всё просто. Ну, сделан он, конечно же, в КНР. Модель ещё раз. Такая вот моделька. Какая-какая дополнительная информация. Сейчас я вам не стану. Идёт он вот так вот. Он у меня в коробочке лежит просто на всякий случай. На самом деле, вещь, ну, такая довольно-таки неплохая. Такой, я бы сказал, бюджетный фонарь и, как их называют, вечными фонарями. То есть, он может работать не только от батареек, но и от ручного нажатия. Значит, что можно сказать об этом фонаре? Значит, для включения фонаря в режиме работы от элементов питания. Ну, то есть, батареек. У них яркие, а обычные, где диодные лампочки, они так не светят. Как мне показалось, он достаточно неплохо светит. Вот, значит, вот такое включение. Здесь у него кнопка. Включить, выключить. Значит, используйте выключатель, который вот здесь расположен. Для использования фонаря в режиме динамо-машины, потому что он и называется динамо-фонарь, принцип преобразования механической энергии в электрическую. Снимите фиксатор рычага. То есть, вот он, фиксатор рычага находится на торце. Мы его отщелкиваем. Надо перед этим нажать на кнопку. Вот, выезжает у нас вот такая вот кнопка. Точнее, рычаг. Осуществляйте плавное нажатие на рычаг вверх. И, то есть, вот так. Мы видим, что у нас вот так он и включен, так выключен. Абсолютно. Мы нажимаем. И у нас фонарик загорается. Ну, то есть, в общем, идет он как эспандер. Значит, вот такая версия. Конечно же, было бы прикольно, если бы он заряжался, там, не знаю, батарейки могли бы заряжаться от этой штуки. Я думаю, такого здесь не происходит. А здесь происходит вот чисто электромагнитная реакция. И, то есть, у нас подается ток вот таким нажатием на вот эту вещь. Ну, то есть, если он, например, у вас сел где-то, да, батарейки сели, закончились, то таким способом можно хотя бы выйти, либо что-то рассмотреть. Но, на самом деле, вот с таким шумом, то есть, какие-то разведческие, там, операции, его не возьмешь. Или где надо по-тихому что-то делать. А так, в принципе, для выживания какой-то такой можно использовать. Да, или так дома, там, или еще где. Все, потом, также его кнопку до конца, фиксатор. И все, он у нас закрыт. И опять можно работать в таком положении. Источник света – это два белых лид-элемента. Они экономичные и долговечные. Но, на самом деле, свет, я бы сказал, он белый с синим. Да, белый с синим. Ну, я думаю, может быть, камера это передаст. Белый с синим. Не чисто белый. На самом деле, разновидностей динамо-фонари очень много. Есть динамо-фонари, которые, там, рычажок, он отцепляется и как ручка крутится. Также он может заряжать батарейки. И также в нем идет, там, какой-то аккумулятор. И можно от него там еще что-то другое подзаряжать. Хотелось бы взвесить его. Сколько он у нас весит, довольно-таки неинтересно. Я до сих пор не знаю. Он у меня так, на всякий случай, лежит. Я тоже всего лишь 67 грамм весит. Довольно-таки легкий. Значит, длина его 10 сантиметров. Видно, нет? Ширина... Ширина его 5 сантиметров. В принципе, ну, там, толщина 3 сантиметра, что ли. 2 с половиной. Прошу прощения, 2 с половиной. Ну и все, в принципе. Хотел поделиться с вами вот о такой вещи. Довольно-таки интересная. Я не знаю, там где-нибудь в деревне или еще где, может быть, пригодится. Думаю, на этом все. Если есть какие-то вопросы, то спрашивайте. Постараюсь ответить. Всем спасибо за внимание. С вами был канал Витасалвы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи и добра. Увидимся. До новых встреч. Витасалвы.